Добрый вечер, дорогие друзья, любители джаза! Я вас рад приветствовать на очередном концерте 4-го международного джазового фестиваля Центр Кима Назаретова приглашает. Сегодня, как вы знаете, наш вечер посвящен такому инструменту тромбон-джазе. История тромбона – это часть истории джаза, я бы сказал так. Да, любого инструмента, который принимал в этом участие. Действительно, инструмент тромбон-джазе – это один из самых главных инструментов. Дазовый инструментарий обширит. Он сразу заявал с первых мгновений, это буквально после окончания гражданской войны севера и юга в Соединенных Штатах, он сразу наряду с корнетом и кларнетом стал постоянным инструментом. Причем, что интересно, этот инструмент очень скислитический. Дело в том, что он, наверное, единственный по своему происхождению изначально был хроматический. Те же инструменты были натуральны, невозможно было играть. А он уже был хроматический, но зато здесь другая была причина. У него такой механизм, так сказать, устройства, эта кулиса, на котором достаточно трудно играть быстро. Тем не менее, сегодня вы услышите блестящую игру наших музыкантов ростовских. В традиционном джазе мы можем назвать замечательных тромбонистов Киев Ари, предположим, Анаре Дюкре, в чикагском стиле это Джек Тик Гардио, прекрасный белый тромбонист, который еще к тому же прекрасно был блюзом. А вспомните Эру Свинга, когда бэнд-лидерами замечательных бэндов были именно тромбонисты. Это оркестр Томи Дорси, замечательный, блестящий оркестр Глена Миллера, который, конечно же, вы знаете, видели в кинофильмах, Сиренада, Солнечная долина, Жены, Оркестра. Современный джаз. Здесь тромбон, может быть, чуть-чуть отошел вначале, на задний план, но затем он опять завоевал все-таки свое место. Здесь также замечательные тромбонисты. В первую очередь это Джей Джей Джонсон, о котором, к сожалению, в замечательном фильме о джазе для нас и серийном не сказано ни слова. Я не знаю, как это могли так сказать. Авторы этого фильма пропустили. Такого музыканта. Кэй Уиньгинг, замечательный тромбонист, Датчанин, который играл вместе с Джей Джей Джонсоном в ансамбле, где было два тромбона и ритм секции. Куртиз Фуллер, здесь можно называть массу-массу музыкантов. Альберт Мангельсер, замечательный тромбонист, который играл на кулисном тромбоне, как на Вентильном. Билл Латроуз и так далее. Брассул Рэд, этот современный фриджанзовый музыкант. Кстати, замечательные тромбонисты были и у нас. Во-первых, я могу назвать, конечно, как солиста Виктора Бударина, потому что он во всех есть, будем говорить, в солидных энциклопедических изданиях, как солист. Потом, извините, Константин Бахолдин, безвременно ушейший замечательный тромбонист. По крайней мере, два, но очень ярких имени. Было очень много сайдманов тромбонистов и так далее. Кстати, на тромбоне даже играл Валентинчин. Замечательный тромбонистом Мэл Баллистом, который играл вроде Германа с Эрдик-бендами. Поэтому я думаю, что этот инструмент заслуживает особого внимания. Причем сам тембр, вы послушаете, как звучит этот инструмент, как язык человеческого голоса. Интонации совершенно выразительные, и диапазон этих интонаций очень широк. И в сегодняшнем концерте, дорогие друзья, будут участвовать, во-первых, только все ростовские музыканты, которые, так сказать, ну или приехали в Ростов, учатся в Ростове. Это, конечно же, ученики Виктора Георгиевича Гударина, заслуженного артиста и профессора. И также ученики нашего дорогого друга, который безвременно ушел, который руководил после Кима Ведиковича Назаретовым, его оркестром, оркестр, который существует и сегодня. Кстати, я хочу сказать, что оркестр не имени Назаретова, оркестр Назаретова. И Виктор Георгиевич Кудов, его также ученики будут играть. Давайте вспомним этого человека. Все аранжировки, которые сегодня вы будете слышать, они сделаны в основном Виктором Георгиевичем Гударином и ребятами, которые будут играть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова